Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы продолжаем прохождение симулятора охоты The Hunter Call of the Wild В прошлой серии мы с вами выполняли задание BT на добычу лося из засидки, друзья Не все у нас с вами гладко началось, но довольно удачно все закончилось Мы добыли лося и, внимание, друзья, кто не знает, как выполнить это задание, я рекомендую всем посмотреть прошлую серию Потому что не каждая засидка подходит для выполнения этого задания, друзья А в этой серии мы с вами отправимся По заданию Коннорс, украшение для Эмили Добудьте самца оленя Рузвельта с высокой засидки Самца, друзья, внимание, это важно Так, проверяем наш боезапас Все у нас в порядке, всего у нас хватает, хорошо Время 11.04 и посмотрим, куда нам нужно отправиться Нам нужно отправиться в Кэлберн, но Куда-нибудь туда, где водятся олени Рузвельта Я уже сейчас на вскидку совершенно этого не помню Я помню, вот эта вот засидка, по-моему, подходит Хорошо У нас только лишь один опорный пункт Кстати, есть еще один Но он у меня не открыт почему-то Хотя помню, что когда-то давно я открывал все опорные пункты В этом заказнике, в Лейтон Лейке Странно, почему сейчас он не открыт Хорошо, скорее всего, какие-то были изменения в патчах, возможно А может быть, я просто его не замечал все это время Ну что ж Давайте для начала вот эту засидочку опробуем, посмотрим Вообще вопрос, высокая Хорошо, вот она-то нам и нужна Именно высокая засидка И отправляемся в путь по пути Друзья, будем охотиться, но будем избирательно охотиться Если будет какой-то хороший трофей, мы, конечно же, его будем брать Хотя, вы знаете, стоп, нет Все время забываю, время бы перемотать Все-таки 2 часа могут сыграть роль Животные могут либо уйти с водопоя Либо еще что-нибудь, но Либо еще не прийти, например Поэтому давайте-ка мы вернем наше время Стандартное куда-нибудь вот сюда А заодно может и дождик Кончится Ну, кстати, кончился, это хорошо Я еще в мыслях держу покачать немного пулю на нашем ружье Но для этого нам нужны белохвостые Белохвостые или колумбийские Кто-то из них Потому что картечью бить по другим животным я все-таки не очень хочу По лосю не хочу точно По медведю Ну, так себе Я не уверен просто, что пробьет Хотя В комментариях когда-то мне писали ребята, что Картечь там увалила лосей вообще как здрасте В итоге непонятно То ли это баг игры То ли действительно картечь имеет такое свойство И может прям вообще завалить лося Наверное, теоретически-то может Конечно, если в легкие попасть То есть, если все сделать как надо Скорее всего может Но Опыт прошлой серии, друзья При охоте на лося сказывается Все-таки опасно Опасно пытаться завалить лося Даже из нужного оружия Не говоря уже про какую-то там картечь Тем временем засидка наша где-то в тех краях Но Друзья, я помню Помню эту засидку Она там в таких кустищах стоит Что не рассмотришь ни вовек Никогда и никого там с этой засидки Поэтому Давайте мы немного сменим направление Вот сюда Нам бежать еще больше, еще дольше Практически километр Но ничего страшного Добежим Посмотрим И там уже по месту разберемся Потому что Там они водятся Я точно помню Точно помню этот квест Я однажды его уже пытался сделать И по-моему даже в серии Мы вместе с вами пытались его выполнить Это задание И я запомнил Что там они есть Но на тот момент По-моему У меня не было еще манка На оленя Рузвельта Поэтому засидка Как бы она Хороша Ох Какой красавец Какие два красавца Друзья Вот это да Вы Посмотрите Троечка И Троечка И троечка И двоечка Вы знаете Наверное давайте-ка мы Приступим Потихоньку Чего нам время Собственно терять Вот манок На оленя Рузвельта Ставим мы его куда-нибудь На пятерочку Если он у нас уже конечно не стоит Не хочу сейчас это проверять Искать Давайте Откроем счет В этой серии И возьмем Какой-нибудь классный трофей Так Стандартная ситуация Нажимаешь На клавишу Она почему-то Не срабатывает И два раза Манок Я включил Ладно Ничего страшного Ну что уж Вот они красавцы стоят Вы знаете Вариант конечно Дойти до туда Но Не придут они За такое расстояние То есть мы их распугать Распугаем Но они точно Не придут на такое расстояние Я в этом почти уверен Двойка И Тройка Вы знаете Я думаю Сейчас вот эту тройку Мы попробуем взять И что-то мне подсказывает Что мы его взяли Отлично Одного Самца возьмем Остальные Пусть убегают Если что Придут к нам На ту засидку Может быть Плюс-минус Пошли в ту сторону Золотишко Золотишко Тем временем Отлично Друзья Размочили счет Прекрасный трофей Что ж Отправляемся В путь Дорогу Стрелял немного На опережение Потому что Животное не стояло Животное шло И Нужно было Выбирать Траекторию Угадал Все получилось Забрали сразу На месте Олень Рузвельта Здесь друзья Тоже Животное Довольно таки Выносливое Довольно крепкое Поэтому С ним Могут возникать Сложности При добыче Примерно Такие же Как с лосем Стоит только Сделать Более-менее Неудачный Выстрел И Будешь бегать За ним Очень долго А тем более В последнее время Еще Даже в зимнем Заказнике Я стал Замечать Такой момент Которого не было Раньше Тровь Стала останавливаться То ли это ввели С каким-то Новым патчем То ли Просто Раньше У меня Может быть Такого не было В общем Ситуация Такая Что кровь Останавливается Ох Как же Колбасит Этот прицел Это что-то Вообще Нереально Из него смотреть Особенно Когда Только что Бежал Остановился Как же Люто Его трясет Этот прицел Кстати Обратите Внимание Интересно Вот там Впереди Эффект Туман Только в одной Области Стоит Вот А все Рассеялся Друзья Пока я Хотел вам Показать Туман Все Рассеялся Интересно Но здесь Даже Погода Продумана Посмотрите На каком Уровне То есть Зональное Воздействие Такое Получается Погоды Там где-то Дождь Где-то Солнце Ну оно И верно Как бы Так и Должно Быть На самом Деле Дождь Если идет В одном Городе Далеко Не значит Что он Идет В другом Но Разработчики Молодцы Все-таки Мы в компьютерной Игре Друзья И здесь Продумать Такие Моменты Ну Надо Постараться Действительно Вложить В эту Игру Не только Какое-то Умение Техническое Еще и Душу Отчасти Я бы сказал Потому что Создать Такую Красоту Друзья Здесь Не обошлось Бы просто С технической Точки Зрения Плюс Заметьте Все это В принципе Идет Довольно Таки Нормально Никаких Тормозов Никаких Глюков Хотя По размеру И заполненности Карта Вот всякими Деталями Там Деревьями Травой И так далее По идее Эта игра Должна просто Стоять На месте Никаких Тут 60 FPS И в помине Быть не должно Но тем не менее Смотрите Все классно Все оптимизировано Хотя Я не раз говорил Что у меня далеко Не самые Там высокие Настройки Стоят Кстати К слову Друзья Коль зашло У нас Про настройки Давайте Я вам покажу Вот мои Настройки Смотрите На паузе Вот Единственный момент Сглаживание У меня Его по факту В игре Нету Оно Отключено В принципе В файле игры Я нашел Файл игры Там В папке Мои документы Ну стандартно Где игра лежит И отключил Его Прописал Там Не помню Уж по моему Нолик Прописывается И сглаживание Вроде как В опциях Отображается А по факту В игре Его нету Поэтому Если кто Обращал внимание Вот деревья И все Вообще Окружение Такое Какое то Резкое Прозрачное Даже не знаю Как выразиться Правильно Но вот мне В игре Когда я нахожусь Именно вот так Ассоциируется Потому что Когда включаешь Сглаживание Становится Вот это все Дело Довольно Таким Мыльноватым Не очень Приятным Плюс К тому же Еще и Производительность Увеличивается Это вообще Для любителей Вот Резких Картинок Всяких Изображений Я считаю Это вообще Практически Идеальное Сочетание Убрать Опцию Которая Портит Картинку И получить При этом Еще и Прибавку FPS Ну что Потихонечку Приступим Посмотрим Что у нас С вами Получится Вы знаете Я время Наверное Не буду Вырезать Мы сейчас Залезем В засидку Посидим Послушаем Посмотрим Кто придет Я бы сюда Наверное Стоило бы Мне добраться До начала Серии И отсюда Начать Но Друзья Я всего Уже Не помню Я примерно По такому же Принципу Начинал Когда-то Давно То есть Я занимал Засидку Которая В общем-то Не очень Мне подходила Потому что Там Видимость Ну Совсем Не Айс А вот Здесь Однажды Я играю Не на запись Друзья Действительно Видел Или Слышал Олени Рузвельта Не помню Это уже Было Давно И Всего Уже Просто Не Уполнишь Физически Мы Посидим На этой Засидке Посмотрим Что у нас С вами Будет Происходить Если В принципе Намеков Никаких У нас Не будет На животных Мы Отправимся Ну На ту Засидку Посмотрим Ее Но Я все Таки Хотел Бы Конечно На этой Засидке Посидеть Потому что Здесь Посмотрите Какой Шикарный Обзор Во-первых Вид Сплошное Наслаждение Видно Отлично Все Далеко И обзор При этом Чуть ли не На тот берег Но Друзья Так далеко Животное Не прорисовывается Можно Конечно Попытаться Посмотреть Тот берег Поискать Кого-то Там Но Это Пустая Трата Времени Ох Посмотрите Как кто Здесь Друзья Вон Их Целая Там Толпа Вы Только Посмотрите Раз Два Три Четыре Пять Какая Красота Ох Зайчики Зайчики Не вы Мне нужны К сожалению Я бы Сейчас С удовольствием На вас Бы Поохотился Красавцы Лопаухи Но Их Там Немало Друзья Вы Только Посмотрите Там Целая Зайчья Поляна Настоящая Проведем Сейчас Какое-то Время На этой Засидке Если Там Совсем Глухо Переместимся Туда Все-таки Там Была Пара Самцов У нас Еще Оставалось Поэтому Может быть Действительно Есть Смысл Нам Туда Отправиться Например Периодически Будем Пользоваться Манком Вдруг Кто-то Откуда Там Придет Но засидочный Геймплей Это Конечно Вообще Не для Слабонервных Друзья Не для Таких Как я Я вам Честно Скажу Я вообще Не люблю Вот это Статичное Сидение Я и в Большинстве Всяких Шутеров Страдаю Из-за Того Что Все Время Ломлюсь Вперед Конечно Тоже Не совсем Верно Постоянно Ломиться Не разбираясь Но Вот так Вот сидеть И ждать У моря Погоды Так Скажем Придет Не придет Ну Такое Себе Занятие В общем Не для Моей Натуры Это Все Если Не зайцы Вообще Не знал Что бы делать Сейчас Здесь Но Рандом Есть Рандом Тут Ничего Не поделаешь В прошлой серии У нас С вами Повезло Лосей Было Предостаточно Причем И самок И самцов Всех Хватало Если бы Сразу Разобрались Какой Засидкой Пользоваться Вообще Провели бы Гораздо Интереснее Серию Возможно Хотя И в принципе Так Она у нас Удалась С вами На славу Поохотились Здорово Тут Еще Проблема В том Что Опорный Пункт Довольно Далеко То есть Вот С этого Опорного Пункта Конечно Здесь Гораздо Ближе Чем До Сюда Я Понимаю Но Все равно Далековато Тут Метров 600 700 Надо Бежать Можно Поехать Но Ехать Тоже Не Вариант Иначе Всех Распугаем Потом Долгое Время Там Никто Не Придет Вот Еще Кое Что Что Я Не Учел На Самом Деле Стоило Бы Еще Вонючку Прихватить Вот Это Да Этот Момент Я Не Учел По Моему На Оленя Рузвельта Вроде Есть Приманка Так Не Так Нот Как Простите Ага Словили Бак Интересный Бак Кстати Можно Получить Бинокль Бесконечный Практически Правда Он Не Приближает Просто Накладывается Сверху Сверху На Лицо И Вот Так Вот Можно Играть Друзья Двойной Прицел Такой Получить Можно Приятного В этом Конечно Ничего Такого Нету Да А сбивается Это Дело Биноклем Обратно Вот Так Оп Все Ну Что Ж Подвижек У нас Пока Никаких Пытаясь Тут Прислушаться Но По-моему Безрезультатно Пока К сожалению Олени Не идут Но Что интересно И следов Ведь мы Не находили То есть Пока Шли сюда И нигде В принципе Не было Ничего Подсвеченного Возможно Олени Есть В этой Стороне А Возможно И нет Поэтому Что Давайте Мы Наверное Не будем Терять Время Делаем Вот Такой Ход Пинт Ушами Назовем Его Так Мы Сейчас Летим В опорный Пункт Белохвостый Олень Кстати Сейчас Мы Возможно Испытаем Наше Ружье Все Купим И посмотрим Приманки Кабан Колумбийский Косуля Так Так Вот Олени Рузвельта Закупаем Не знаю Сколько Штук Давайте Вот Так Вот Раза Три Купим И Берем С собой Побежали Попробуем Взять Эх Перевес Немножко Перевес Ладно Приманку На лося Убираем Тогда В таком Случай Все Теперь Все Четко А ну Ка Кое Что Хочу Попробовать А именно Добыть Вот эту Самку Из Ружья Посмотрим Что Это Нам Даст Какие Бонусы И Вообще Получится Ли У нас Этот Трофей Взять Очень Хотелось Бы Ружье Нужно Качать И Качать Именно Я Хочу На Колумбийских Блохвостых Оленях А Самки Как Известно Маняться Довольно Просто Стоит Только В Маночек Подудеть И Она Уже Бежит Сломя Голову Сейчас Попробуем Взять Ее И Отправимся На Засидку Если Вообще У нас Конечно Это Получится Где То Здесь Она Была А Вот Где Конкретно Непонятно Пока Что Ну Что Повторим И Если Никого Ничего Ох Не То Повторяю Не То Ладно Надеюсь Кажется Впереди Вижу Друзья Кажется Вижу И По Моему Это Ну Отлично Листик Ты Что Да Это Самка Друзья Отлично Сейчас Придет Берем И Отправляемся На Засидку Без Потери Времени Времени Ну Начинается Посмотрите Выхаживание Раньше Бежали Сломя Голову Вообще Не Разбираясь Просто Стоило Только Подудеть Покряхтеть Все Летели Как птицы Практически А теперь Уже Все Стоит Посмотрите У камня Размышляет Надо ли И вообще Сюда Идти Хорошо Ну Серьезно Ну Ты Чего Там Стало Дорогуша 50 Метров В принципе Картечь За 50 Метров Наверное Взять Может Но Друзья Опасно Не хочу Сейчас Соорудить Подранка За которым Придется Здесь Гонять Ну Вот Что Происходит Что Сейчас Происходит Интересно Вот Как Это Понять Хорошо Хорошо Давайте Попробуем Конечно Сейчас Я делаю Не очень Вот Этот Кустик Нам Подходит Хорошо Вот Здесь Засядем Ох Совершенно Не хочется За такое Расстояние Долбить 50 метров Все-таки Это Средняя Дистанция Но Я думаю Что Это Для Пули Все-таки Дистанция Потому Что Ну Давайте Попробуем Эх Второй Выстрел Не достал Ладно Проверим Но Скорее Все Ничего Хорошего Не вышло Вот Так Вот Спешка Ну Точнее Не то Чтобы Спешка Друзья Ну Сидеть Дальше Ждать Вообще Там Чего-то Непонятного Проверять Тоже Нужно Такие Вещи Я считаю Конечно Близкая Дистанция Подходит Гораздо Больше Я думаю Что 50 метров Все-таки Это Для Пули Наверное Расстояние Более Правильное Но Проверять Тоже Нужно Потому Что Ну Как Еще Узнаешь Подходит Это Расстояние Не Подходит Собственный Опыт Он Ценнее В разы Чем Если Бы Просто Кто-то Сказал Что Нет Не Стреляй Кортечью По Оленю Никогда Но Тем Не Менее Кровопотеря Есть Первый Выстрел Долетел Со Вторым Конечно Траекторию Не Угадал Потому Что Как То Непонятно Бежала Она Потом Притормозила Я Почему-то Подумал Что Она Все На Траекторию Забежит Но Не Забежала Не Забежала И Ладно Ничего Страшного Я Думаю Что Мы Сейчас Заберем Без Каких Либо Проблем Еще Еще Чуть 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 И Где-то Она Будет Лежать Я Думаю А Вот И Олень Рузвельта Хотели На Засидку Будем Наверное Здесь Добывать Так Интересно А потом Нам бы Где-нибудь Перебраться На тот Берег Было бы Неплохо Еще Я Думаю Эта Самка Никуда Уже Не делится Там 0.25 У нее Потеря Здоровья Я Думаю Что Все Она Уже Где-то В любом Случай Лежит А Вот Оленя Приманить Вот Это Был Б Другой Совершенно Разговор Так Приманки И Вот На Рузвельта Чтобы Нам Поставить Да Куда Не Поставь Все Нужно Хорошо Давайте Вот Раненый Заяц Пока Уберем Вот Эту Так Ладно Теряем Время Я Думал Почему-то Что Он Придет Побыстрее Как-то Шустрее Но Нет Где-то Он Тут Прокричал А Вот Где Конкретно Пока Непонятно Хорошее Здесь Место Посмотрите Прям Видимость Шикарная Вот Особенно Туда Вниз Куда Идут Следы Нашего Подранка Ну Думается Мне Олени Эти Куда Скорее Все Убежали Не догнать Если Они Вообще Тут Были Рик То Был А Вот Где Они Конкретно Непонятно Было Так Он За Состояние 0 Не Подходит Добывать Добывает Но Не Подходит Для Белохвостого Оленя Карт Течь 12 Калибра Запомним Но Друзья Какие у нас Собственно Варианты Да Никаких Нам Все Равно Качать Пулю Нужно Только Через Эту Карт Течь Потому Что Дробью Мы Не Будем Стрелять Это Уж Совсем Наверное Нонсенс Как Вариант Зайца Можно Попробовать Карт 12 Калибра Но Мне Кажется И для Них Это Будет Многовато Так И вопрос Где бы нам Здесь Перейти Здесь Мы Явно Не Перейдем Нам Получается Обходить Ох Медведь Друзья Вы Посмотрите Надо Брать Надо Брать Такой Трофей Друзья Не Имеем Права Упустить Ну Что Смотрим Куда Попали По идее Ранение Должно Быть Смертельным Куда В район Легкого Или Желудка Должно Было Залететь Хотел В позвоночник Но Не Получилось Да Ранение Однозначно Смертельное Все Еще У нас Трофей На эту Серию Отлично Медведь Это Всегда Хорошо Друзья Вот Не знаю Почему Медведя Всегда Хочу Брать Всегда Такой Классный Трофей Мне Кажется Может Быть Потому Что Хищник Возможно Но Что Интересно Этот Товарищ Может Еще Кстати Развернуться И Навалять Нам Но Нет Он Уже Не Развернется Не Навалять Потому Что Он Где То Вот Здесь Лежит Или Нет Нет Лежит Я Вижу Но Трава Прорисовывается И Из-за Нее Не Совсем Видно Трофей Хорошо Мишу Взяли Это Классно Поставлю Кая Метку Сейчас Да Что Игра Что С тобой Такое Скажи Все Ж Было Хорошо Нормально Общались Чего Ты Сразу Начинаешь Белохвостый Нет Давайте Мы Уже Остаток Серии Осталось У нас Тут Не так Много Проведем Все Таки На Засидке А Вдруг А Это Был Самец Высокая Сложность Друзья Вот Это Да Шестерочка Ох Ну Кто Знал Некогда Был Его Нет В смысле Я его мог Определить Конечно В прицел В перекрестие Но Читать Табличку Эту Рассматривать Вот Уже Не Было Варианта Но Он Убегал Мы Его Спугнули Он Бежал Поэтому Только Так Поле И то Кстати Вот я сейчас только понял Мы же ему сейчас сломали таз А стрелял Мне казалось Что я ему как минимум Куда-то в животом Или в легкие Или В живот Куда-то туда Оказалось нет И близко даже нет То есть Скорость его была такая Что он Перебежал Ту траекторию Которую я планировал Интересно Поэтому более Какого-то качественного Выстрела Мне кажется У нас бы не получилось В этой ситуации Получилось Как получилось И сейчас Я вам покажу Эту чудесную Засидку Друзья Фантастическую Засидку На которой Я однажды сидел Сидел Потом опять сидел Снова сидел И ничего там Я в итоге не высидел На этой Валденной засидке Я конечно надеюсь Что нам в этой серии Повезет больше И олени Рузвельта Да тем более Самец Друзья Не просто так Не просто какой-то там Олень Рузвельта Там еще ограничения Поставили Самец Это конечно сложно Но не невозможно Конечно же Поэтому Посмотрит Вот так вот Упрешься в эти задания И Все И дальше Не пройдешь Как говорил Эндальф Серый Ну все Залезаем И давайте Начинаем делать Все Что нужно На том берегу Я уже вижу Кто-то есть Пока Непонятно Кто Но скорее всего Лось Почему-то Мне так кажется Сейчас посмотрим Стоп Ну значит Уже все А нет Вот он Вот он Ничего не все Хотел сказать Все уже Пора К окулисту Заглянуть мне Нет Еще пока не пора Все нормально Лось Стоит Пьет Ну вот И вся Вот эта Вот засидка Друзья Я ее Прекрасно Помню Целая серия У нас В Лейтон Лейке Посвящена Вот этой Чудесной Засидке Я на ней Сидел И все Это конечно Рандом Что сюда Придет Олень Рузвельта Это рандом Скорее Мне кажется На ту засидку Он придет Гораздо Быстрее Я думаю Чем на эту Хотя вот здесь Буквально Посмотрите Вот здесь Во первых Есть зона Потребности А ну это Лосиная Да Да Но я думаю Что Здесь наверное И Олень Рузвельта Зона потребности Мне кажется Буквально В каких-то тут 100-200 метров Мы с вами Убивали Добывали В начале серии Олень Рузвельта И там у нас Самка Да Так и есть Одни Самки у нас Ох Два раза Ладно Ладно Больше будет Вони Ничего страшного Так А вот здесь У нас Кто Никто Это Листочек Посмотрите Сколько Самок Ося Здесь Одна Пьет Тест Непонятно Две Три Друзья Или Нет Да Три Ну вы знаете Это интересно Но скорее всего Нет Не буду шуметь Есть какой-то Призрачный шанс Все-таки Приманить сюда Оленя Рузвельта Самца Поэтому шуметь Не буду Пускай эти Самки разбегаются Вон они Уже Улепетывают Вовсю Пускай Бегут Ничего страшного Ну Не так уж И вовсю Они улепетывают Ветер Тем временем У нас Не туда Я бы хотел Чтобы туда Вот с этого направления Вот отсюда Это вообще засидка Никакая Вот на эту сторону Нереально Вариант Только вот с этой стороны Нормально за кем-то Наблюдать Но Не повезло Рандом в этот раз Не на нашей стороне И не дал нам здесь Оленя Рузвельта Интересно А вот Приманиваются Вот эти вот Самки Лоси Потому что Монок Потому что Запах Или просто Идут От любопытства От какого-то К слову Такие способности У нас есть Мы можем Приманивать Животное Вот я сейчас вам покажу Вот Вот эта способность Она не взята Но У нас на Монок По-моему Есть какие-то способности Или будут Какие-то способности В общем Есть В этой игре Такие вещи Что можно Приманивать Другое Животное Их уже Четыре Друзья Вы только Посмотрите Только посмотрите Что делается Уже Четыре Вы знаете Был бы Среди них Самец Я бы брал Сейчас Даже не думая Самец Всегда Хорошо Самки Конечно Эти Не знаю Никакой Ценности Трофейной В себе Вообще Не несут Вот Она Заметила Побежала Они сейчас Все будут Замечать Убегать Возвращаться Это будет До бесконечности Происходить Но Только Не Олень Рузвельта А вот У меня Такой вопрос Интересный Мы можем Построить Сами Высокую Заситку Поедись Какие-то Заситки У нас Там Есть Вот Вопрос Только Лишь Высокой Заситки Низкие Всякие Заситки Там Продаются У нас Даже Не продаются Мы Просто Их Можем Взять Из Инвентаря Потому Что Я Покупал Это DLC В Игре Они Для Меня Бесплатные И Снова Посмотрите Снова Группа Поддержки Возвращается Они Мне Кажется Приводят Каждый Раз Новую Самку По-моему Где-то Там Берут И Интересно Я Вижу Четыре Две Здесь В кустах Две Вот Они Исключено Что Там Еще Где-то В кустах Есть Одна Но Это Конечно Прикольно Каждый Раз Они Приводят Новую Даму Мне тут Посмотреть А я Такой Перевередливый Никого Из них Не беру Кстати Та Пошла Теперь Сюда Прикольно Прикольно Ну Что Ладно Напоследок Может быть Самочку Какую-нибудь И зацепим Просто ради Трофея Но Конечно Я бы Хотел Оленя Ну вот Смотрите Очень часто Олень Рузвельта Отзывается В этот раз Не происходит Ничего Я все-таки С этого направления Не теряю надежду Его Увидеть Услышать Но вот Тем временем Никакой Движухи Не отзывается Ни олень Рузвельта Ни самка Ни самец Никто из них Не отзывается Ну что ж Давайте тогда Поступим Иначе Возьмем Какую-нибудь Самку Вот из этих Тусующихся Там в кустах Сейчас Кого-нибудь Из них Заберем Рискнуть Попробовать Картечью Взять Например В легкие По идее Должна Должна Картеч 12 Калибра Брать В легкие Но боюсь Рискну А если нет То все Иши пропала Как говорится Ладно Я думаю Будем брать По старинке Не изобретая Велосипед А то боюсь Этот велосипед Мне может Дорого стоить В конце серии Соорудить Подранка Это самое страшное Для меня Потому что Друзья Я вот следом За этой серией Буду писать Следующую Например Там Фарминг Симулятор Вот этот Наш Пюрфарминг И у меня Конечно же Каждая минутка На счету Не хочется Просто сейчас Соорудить Подранка И бегать За ним Потом Там Ближайшие 15-20 минут А лось Как известно Тот еще Подранок Можешь Вообще Не догнать Его Не найти Ну что Остановится Будем брать А ведь Остановиться Она должна Потому что Что Потому что Вода Дальше О нет Смотрите Хотел сказать Дальше В воду Она не пойдет Пойдет Как миленькая Причем Да ладно Да серьезно Да быть Такого Не может Игра Ты прекращай Куда Вот я попал Друзья Я же ведь целился Точняк В позвоночник Не может Такого быть Чтобы я туда Не попал Ну что ж Друзья Буду выслеживать Вот Говорил Накаркал Наванговал Все как надо Буду выслеживать Сейчас этого Подранка Разберемся Там куда я попал Скорее всего Я ее заберу Думаю Потому что Второй выстрел Так или иначе Урона ей Нанес И нанес Немало С вами мы Попрощаемся До следующей серии Спасибо что Посмотрели это видео Если вам оно понравилось Ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал В комментарии Обязательно пишите Ваше мнение По этой серии По этой игре По каналу В целом Все пожелания Предложения Друзья Советы Все Направляйте в комментарии Я их читаю Там с вами общаюсь И увидимся В следующей серии Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok